В посткоронавирусном мире все больше людей будет работать из дома, а в крупных компаниях уже подсчитывают, как много можно сэкономить на офисах, сокращая арендные площади и переводя сотрудников на работу из дома. Так что, рассуждая в долгосрочной перспективе домашний офис, конечно, нужно встраивать в планировочное решение вашей квартиры или дома, выделять хотя бы отдельную зону, а лучше и целую комнату для работы. Но как же правильно спланировать рабочее место у себя дома? Давайте разбираться. И хоть работа на дому может быть разная, кто-то перебирает кипы бумажек, кто-то шьет, кто-то сидит за тремя мониторами, тем не менее в этом ролике я помогу вам отыскать место в вашем доме, где удобно разместить среднестатистический хом-офис или разыскать хотя бы простенок, куда можно воткнуть компактное рабочее место. Ну а чтобы два раза не вставать, сразу поговорим и о ментальном. Самое главное – слушайте себя. Во время поиска места для домашнего офиса первое, что вы должны – это освободиться от чувства вины и ощущения, что вы кому-то что-то должны. Все люди разные. Есть те, которым нравится работать только в тишине и уединении. Но есть и те, которым нравится, когда вокруг них кипит какая-то жизнь, и они, наоборот, сосредотачиваются на работе только в кафе или в опенспейсе, где все снуют туда-сюда, а в уединении, наоборот, засыпают. Есть люди, которым необходимо отвлекаться на общение и командное обсуждение. Есть люди, на которых продуктивно влияет переключение внимания на вид за окном, а есть и те, кто называет это отвлекающим фактором. Поэтому прислушивайтесь больше к себе. Мы все очень и очень разные, а оттого всем нужны разные условия работы, а, возможно, даже и разные условия работы для разных задач. Как ни удивительно, но школа, университет и офис долго и методично выбивали из нас способность слышать себя, перевоспитывали и принуждали делать все, как все. Но теперь можно прислушаться к себе. Ведь дома нет никакого надо, есть только то, как комфортно и производительно выполнять свою работу именно вам. Второй момент – это настрой. Многие не могут работать из дома именно потому, что относятся к дому и своему поведению в нем пренебрежительно. Ходят расхлябанно, в драной грязной майке, в потертом халате или в трусах в шершавую катушку, а вокруг всего этого может быть разбросан хлам и складированы вещи на случай атомной войны. И вот в таком окружении люди терзают себя вопросом – что же с ними не так, почему они не могут сосредоточиться? Наверное, они какие-то неправильные, надо бы им вернуться в офис. На самом деле окружающая обстановка и обертка человека чрезвычайно сильно влияют на сосредоточенность. Главная суть одежды ведь не только в том, чтобы сформировать от других какие-то там впечатления о себе, гораздо важнее одежды задать настроение и дисциплинировать собственный ум. Ведь мы все так сильно любим чисто и аккуратно одетых людей, потому что интуитивно чувствуем, что в голове у них такой же порядок, как и в их внешнем образе. Внешняя собранность придает собранности мыслям, а общая собранность ума отражается во внешнем виде. Это взаимосвязанные вещи, можно начинать с любого конца, но практически всегда проще с одежды и окружающего порядка. Так что выбрасывайте старые халаты и каждый день при работе дома одевайтесь как на праздник, ну или как минимум как на работу, а порядок в доме и убранная кровать поднимет вашу продуктивность на новый уровень. И третий момент – это границы. При работе дома многое становится прекраснее, например, экономится куча времени, который уходит на дорогу, но появляется другой нежданчик. Многим становится тяжело разделить работу и отдых. Работа начинает занимать все время бодрствования. Так что, на мой взгляд, у рабочей зоны должны быть четко очерченные границы. Надо придумать себе физические ограничения. Например, после того, как вы решили, что на сегодня хватит, надо закрыть дверь в рабочую комнату, закрыть крышку стола или хотя бы захлопнуть ноутбук, что и будет являться символом разделения этих двух ваших состояний. Ну а теперь про интерьерное. Отдельная комната – это, конечно, самый идеальный вариант. Если домашний кабинет нужен, чтобы туда периодически приходили клиенты или партнеры, например, некоторые частные адвокаты или психологи принимают клиентов дома. Тогда, чтобы чужие люди далеко не заходили и не тревожили других домашних, то сразу планируется кабинет у входа в квартиру или в дом. В домах такие кабинеты расположены на первом этаже. И рядом еще оформляется небольшой гостевой санузел. Но еще есть вариант, когда чужие люди не приходят в дом, и вы работаете самостоятельно. Тогда чаще всего кабинет планируется рядом со спальней, со своей отдельной дверью. Рабочий кабинет, так же, как и спальня хозяев, в таком случае является приватным местом, а не публично-общественным. Стол в таком помещении хорошо бы размещать так, чтобы было видно входящего в помещение, контролировать вход и окно, а спиной сидеть к стене. Розетки в этом случае часто удобно размещать или в полу, или в самом столе, закрепив его неподвижно. Для этого, кстати, отлично подходят смарт-столы, которые, по моим наблюдениям, особенно нравятся мальчикам и мужчинам. Там уже очень многие гаджетоприемники встроены. Я видела очень много классных производителей таких столов, в том числе и российских. Если стол располагается перед окном или частично перекрывает его, хорошо бы сделать этот стол прозрачным, чтобы он не перекрывал свет. Например, из матового стекла или из акрилового пластика. Очень красиво и архитектурно смотрятся встраиваемые столы, которые срослись с окружающим пространством и мебелью. В общем, тут вариантов для размещения достаточно много. Важным нюансом является то, что многие имеют античную привычку размещать розетки для ноутбука под столом. Хотя это на самом деле не всем и не каждому нужно. И каждый раз люди, которым это не нужно, корячатся с этими вилками под столешницами, залезая, пролезая, подлезая, вылезая. А ведь во многих ситуациях гораздо удобнее разместить блок розеток над столешницей или на столешницах. Например, это может быть розетка для зарядки ноутбука, телефона и настольной лампы. Три штуки. Если вам нужны еще, добавляйте. Этот лайфхак должен спасти многие головы от шишек. Если у вас не домашняя полиграфия, но в ваши профессиональные обязанности входит истребление деревьев через периодическую печать на принтере, то принтер хорошо бы прятать в какую-нибудь задвижную и выдвижную секцию. Принтер красоты интерьеру не придает, а забирает. А вот если вы в прошлой жизни были котом, то вам может очень хорошо подойти рабочее место на подоконнике, над теплой батареей и в подушках. На самом деле у многих она может получиться, даже если глубина подоконника на первый взгляд недостаточная. Можно соорудить заказные конструкции, которые бы пропускали теплый воздух, но и являлись бы надежным основанием для сидения. Такие зоны особенно хорошо смотрятся, если высота подоконника примерно по коленам. Еще на таких рабочих философских зонах хорошо бы размещать где-нибудь в торце вот этой конструкции или подоконника, или, например, в откосе окна размещать блок розеток. Можно с крышечками. Вообще откосы окон для размещения розеток очень удобны. Многие поначалу удивляются, но потом всем они очень нравятся. И гирлянды на Новый год удобно вешать, и телефон многие часто заряжают именно там, и камеры туда подключают, чтобы, например, за машиной во дворе следить, и еще тысячи других применений. Спальня – это одно из самых популярных мест для работы, но и она имеет свои минусы. Здесь особенно важно иметь разделение на работу и отдых. Поэтому в ход идут всякие перегородки, крышки на столах, закрывашки, дверцы. А кровать при этом должна заправляться каждое утро, как на праздник. Она должна быть закамуфлирована многослойными покрывалами и замаскирована подушками так, чтобы вы, взглянув на нее вскользь днем, ни в коем случае не спутали ее с той кроватью, на которой вы спите ночью. А вот когда работа закончена, вы можете сорвать с нее покров и страстно прямо на ней уснуть. С таким переодеванием кровати ваш сон будет сладким, как у пупсика. А вот в противном случае, не соблюдая зонирование и визуальное камуфлирование, можно сбить себе режим, получить бессонницу и по итогу и не работать нормально, и не отдыхать. Все, что находится вокруг кровати, может быть превращено в рабочую зону. Тумбочки могут быть соединены со столами или полностью заменены ими. Рабочее место у окна, о котором я уже говорила, может быть расположено именно в спальне. Консоль под телевизором или комод у изножья может стать рабочей зоной. Рабочее место также может встраиваться в шкаф, что особенно прекрасно. Такие зоны можно, кстати, выделять цветом. Открыл шкаф, тебя оттуда как окатило бодрящим каким-нибудь красным, и ты на этом взбудораженном ускорении быстро все дела и переделал. Или наоборот, погрузился в какую-то синюю бездну размышлений о великом. А потом дверцы закрыл и выдохнул. Все, теперь можно отдохнуть. Если планировка позволяет, стол в спальне может быть также размещен у изголовья кровати или у изножья. В последнем случае монитор компьютера может поворачиваться от стула передом и разворачиваться к нему задом, и превращаться в такой вот вечерний кинотеатр для лежебоких ленивчиков. Если не получается впихнуть куда-нибудь монументальную рабочую зону, то в проходные зоны, например, в коридоры, в кухне, у стен, где часто ходят, или в зоны, где людям по каким-то причинам удобно работать, но стол там постоянно не нужен, ставят такие вот откидные варианты. В этом тоже есть своя красота и прекрасный эффект смены деятельности. Почти всегда балконы и лоджии представляют у себя узкое, тесное и вытянутое помещение, и там очень многие любят делать кабинет. Это решение кажется практически идеальным, но здесь возникают и свои минусы. Сидеть в очень узкой зоне, упершись зачастую в стену, и не имея возможности контролировать ни вход на лоджию, ни вид из окна, может быть некомфортно. Это на самом деле очень похожее чувство, когда вы сидите в стеклянном офисе, а сзади вас начальник ходит и одним глазом смотрит, что это вы там делаете в своем мониторе и правильно ли вы работу работаете. Чуть комфортнее может быть сидеть лицом к окну и боком ко входу, ну или работать в таком кресле со столиком, в котором удобно контролировать вход и поглядывать на закаты. А еще некоторые устраивают там лежанки. Я даже в нескольких своих проектах планировала такие лежанки, чтобы скрыть технические аспекты, например, блок от кондиционера. Теперь давайте в принципе поставим вопрос, нужно ли вам вообще традиционное место для работы, или вам нужно что-то иное и самобытное. Традиционное рабочее место, как и учебные стулья, парты и классы, уже несколько десятилетий очень активно критикуются, пересматриваются и предлагаются новые форматы рабочих мест. Очень многие понимают головой и чувствуют прочими местами, что традиционные офисные стулья ужасны. Есть даже исследования, которые показывают, во что постепенно будет превращаться офисный работник, сидя за стандартным рабочим местом с обычным офисным стулом и столом. Вот, например, это кукла Эмма, модель женщины, 20 лет проработавшей в обычном опенспейсе. Она горбатая, полуслепая и медлительная из-за лишнего веса. У нее чудовищный варикоз и опухшие ноги, да и все тело, и все это из-за работы за компьютером в привычной нам всем позе. По поводу стульев у меня есть отдельный ролик, можете посмотреть его после этого. Я в принципе не верю в стулья-кресла, даже с самыми дорогими крутилками-вертелками. Все равно с ними будет болеть спина, в ролике я объясняю почему. Однако понимаю, что не все могут просто отказаться от них, да и некоторым они могут быть удобны для их конкретной специфической работы. Еще, конечно, меня как дизайнера очень смущают эти щупальца с колесиками, которые к тому же протирают полы. Очень мало кто их делает красиво. Ну и зачастую любые офисные кресла портят интерьеры всех комнат и смотрятся неуместно, размывая с собой функции помещения. Если это не отдельная комната-офис, конечно. В принципе, мы можем допустить гипотезу, что обычные столы и стулья могут быть не нужны. Тогда альтернативными местами для работы могут служить вот такие вот шезлонги. А еще они безболезненно впишутся в гостиные комнаты. Что уж далеко ходить, журнальный столик тоже может превращаться в рабочий стол. Ну и еще вот вам несколько фантазий на эту тему, в какой позе можно работать. Задумайтесь о своей спине. Теперь давайте посмотрим, как от таков здравомыслия избавляются японцы. У них встречается такая архитектура пространства, которая не снилась даже самым смелым обезьянкам. Такие картинки могут на мгновение парализовать зрителей, которые уверены, что углы во всей квартире, где растет ребенок, должны быть обклеены силиконовыми наклейками и обложены упругими матами. С таким рабочим местом ребенок не просто делает нудную домашку по математике, он с глубочайшим осознанием проживает каждый миг своей жизни, постоянно напоминая себе о том, как важна в жизни неторопливость, спокойствие и чувство баланса. Так что современный каворкинг в стиле просветленных японцев может выглядеть даже вот так. А если вы хотите понять, как спланировать в своем доме не только домашний офис, обратите внимание на курс по дизайну и ремонту, ссылка на который будет в описании. Пишите в комментариях, нашли ли вы место для своего домашнего офиса, звоните в колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем дизайн! Субтитры создавал DimaTorzok